Итоги уходящего понедельника Кому еще пришли уведомления Появился откуда ни возьмись В Осиповичском районе в ДТП погиб пешеход При подходе к пешеходному переходу В обязательном порядке нужно убедиться В отсутствии приближающихся транспортных средств Как стать заметнее в темноте В ожидании вызова На счету белорусских спасателей Почти 5000 ликвидаций возгорания с начала года Не бывает двух одинаковых пожаров Профессия или призвание А также положительная динамика Длинные выходные И приятная надбавка С ноября увеличится размер Прожиточного минимума на сколько Серьезные ожидания от сотрудничества Президент провел совещание по вопросам экономики Премьер-министр доложил Сфера показывает положительную динамику Александр Лукашенко отметил Несмотря на позитивные тенденции Важно давать оценку по факту Понимать уязвимые места И видеть состояние дел в каждой отрасли И народном хозяйстве в целом К докладу присоединились Первые замголовы правительства Руководители комитета госконтроля и Белстата В расширенном составе Обсудили результаты за 9 месяцев Ожидаемые показатели по итогам года Часть экспортных потоков на миллиарды долларов Удалось переориентировать Объем поставок на внешние рынки растет Одной из тем стал вопрос погашения госдолга Какова ситуация Особенно, как мы их называем Недружественных странах Которых сейчас немало И мое поручение было здесь Однозначно, оно должно быть выполнено Мы надежные платежки Мы готовы платить По своим долгам Тем более западу мы немного должны Но они отказались принимать валюту из Беларуси Ну хорошо, тогда мы им предложили белорусский рубль Они тоже отказались, правильно? Поэтому было мое поручение Что по долгам надо платить Но в белорусских рублях Мы на отдельные счета зачисляем эти платежи Созреют для того, чтобы мы с ними рассчитались? Ради бога Ну не созреют Ну так что ж Экономика страны должна получить отдачу От реализации проектов по линии госвоенпрома Серьезные ожидания сотрудничества с Россией Тем более, что есть финансовая подпитка От нашего партнера на полтора миллиарда долларов Александр Лукашенко намерен встретиться С Владимиром Путиным в ближайшее время Темная фигура В Осиповичском районе в ДТП погиб пешеход Трагедия случилась в субботу Около 7 утра на 98-м километре дороги Минс Гомель 35-летний житель Бобруйского района Совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть В неположенном месте Тот получил травмы, несовместимые с жизнью Обстоятельства аварии устанавливаются Известно, что пешеход был без фликера При подходе к пешеходному переходу В обязательном порядке нужно убедиться В отсутствии приближающихся транспортных средств Если эти транспортные средства есть То убедиться в том, что водитель вас видит Хотелось бы обратиться к родителям наших несовершеннолетних Сейчас каникулярный период времени До 7 ноября будут детские школьные каникулы Поэтому контроль, контроль, контроль Обязательное использование детьми световозвращающих элементов Днем раньше в деревне Житина Сиповичского района Под колеса автомобиля попал 5-летний мальчик Он вышел из рейса в автобусы и начал перебегать дорогу В этот момент его сбила 38-летняя жительница Минской области Ребенок доставлен в больницу Подобные трагедии не редкость Только в этом году в Могилевском регионе Зарегистрировано 30 ДТП В результате которых 37 детей получили травмы Персональные данные, патриотическое воспитание и новая жизнь В республике снизилось количество абортов Сколько детей родилось благодаря ЭКО Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре С ноября вырастут детские пособия и надбавки к пенсиям Увеличится размер прожиточного минимума На одного человека сумма составит 339 рублей 83 копейки Это почти на 3,5% выше прежних выплат Социальная поддержка всегда остается в числе приоритетов государственной политики В Беларуси внесут изменения в Гражданский кодекс о защите персональных данных Рассматривается вопрос об охране частной жизни Переписок личной информации, изображений и фотографий Нередко возникают вопросы, которые связаны с получением согласия человека Проект закона планируют принять до конца года В республике снизилось количество абортов Также за 2021 выполнено более 50 операций, которые помогли спасти жизни малышам Сейчас востребовано и ЭКО В нашей стране первая попытка бесплатна За полгода ей воспользовались более 1200 пар В целом за 20 лет таким способом родилось свыше 10 тысяч детей В конце недели белорусов ждут длинные выходные с 5 по 7 ноября На день Октябрьской революции БелЖД назначило 40 дополнительных поездов по самым популярным маршрутам внутри страны В том числе из Минска в Гомель, Брест, Витебск, Гродно, Могилев, Пинск, Комунары Также составы отправятся в Москву и Санкт-Петербург В год исторической памяти в Беларуси создали 17 военно-патриотических клубов для детей На базе воинских подразделений, МВД, Минобороны и Погранкомитета Особый акцент на поисково-исследовательскую деятельность Молодые люди учатся оказывать первую медицинскую помощь Знакомятся с оружием и обучаются рукопашному бою Сроки поджимают Для оплаты транспортного налога остается чуть больше двух недель За 9 месяцев в бюджет Могилевской области поступило 12 миллионов 300 тысяч рублей Из них больше половины от организации, остальное от физических лиц Уведомления можно посмотреть в личном кабинете мобильного приложения МНС Или на официальном сайте Дедлайн 15 ноября Если будет установлена несовременная уплата Либо неуплата налогов после установленного срока Предусмотрена административная ответственность в размере 40% От неуплаченной суммы налога, но не менее 10 базовых величин Те же сроки и условия касаются и уплаты имущественных платежей Правда, в этом году есть изменения Если раньше уведомления приходили только тем, у кого две и более квартиры в собственности То теперь это относится и к тем, у кого одна жилплощадь По долгу службы и зову сердца в стране с начала года произошло почти 5000 пожаров И каждая из них тревожный вызов для спасателей Если угроза жизни и сколько звеньев понадобится, вариант не успеть не рассматривается Помимо беспощадного огня, аварии, поваленные деревья и паводки Об будни героев Карина Гуревич На счету Яна Власова сотни вызовов Пожары, аварии, спасения на воде По специальности мужчина – химик-дозиметрист В городе с большим количеством предприятий такой сотрудник необходим В случае ЧП он может взять под контроль любые опасные вещества Одно из примеров – это аммиак, который используется на охлаждении Это мясокомбинат очень большой у нас Бровар такие И вот если там пройдет какая-то утечка или разъематизация, взрыв какой-то То мы будем, вот моя специализация, приехать на место, установить, что за вещество И ликвидация этого вещества С подобным мы не сталкиваемся, слава богу Просто выезжаем на занятия и отрабатываем это все как условно В жизни каждого спасателя есть выезд, который невозможно забыть Для Яна Власова такой произошел три месяца назад Вызов прозвучал в конце рабочего дня Тонет человек в озере Шаманка По прибытию стало ясно – времени на размышления нет Я выбежал из машины и побежал уже туда, к этому месту Подбежал к месту, у человека уже скрылся под водой Я сколько было сил туда прыгнул Схватил, успел найти под водой его руки Схватил за руки и вытащил его на поверхность Для оказания качественной и своевременной помощи – передовая техника Автомобиль МЧС готов практически к любым ЧП Здесь защитные костюмы для химических аварий и сверхвысоких температур 12 рукавов трех диаметров Цистерны внутри 5000 литров воды И 350 пенообразователя Плюс пожарные стволы, знак аварийной остановки, конусы, бензопилы и бензорезы На всякий случай Есть и резервная техника К ее помощи прибегают, если основных сил не хватает Машины уже много лет верой и правдой служат МЧС Здесь и автомобиль водолазной службы Незаменимое средство при спасении на воде ЗИЛ-131 перевозит личный состав и проходит по самым сложным дорогам Здесь имеются костюмы сухого и мокрового типа В которых спасатели заходят в воду Одевают спасательные жилеты, берут с собой плавсредства Если необходимо, могут брать спасательную доску Веревки для страховки Спасательные круги, спасательные жилеты Ну и максимально быстро двигаются к месту ЧАЭС Сергей Чепухин особенно ценит свою работу Отдать все силы на спасение жизни – главная забота огнеборца Каждый раз, выезжая на вызов, вспоминает о семье О ней – его моральная поддержка Вообще самое сложное – это незнание Не бывает двух одинаковых пожаров Вроде бы все понятно, один и тот же дом, даже один и тот же дом у нас Такое тоже бывает, горит Но горит по-разному Возможно нахождение людей, либо нет их Плотность дыма, то есть то, что ты вообще визуально можешь даже не понимать, что происходит Необузданная стихия порой сметает все на своем пути Полагаться здесь только на себя не получится Командная работа, доверие и почти братская связь Помогает героям без плащей спасать жизни и самим возвращаться домой Карина Гуревич, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360 От прошлого к будущему В Аграрно-экономическом колледже реализуют проект «Году исторической памяти» В музейной комнате проходят экскурсии и семинары Здесь собраны фронтовые письма, медали и газеты, датированные 1944-м Плюс есть предметы народного быта и макет памятника архитектуры стиля эклектика Бывший городской совняк 1912-го, в котором включен список историко-культурных ценностей Беларуси Все мероприятия, которые проводятся в рамках проекта, посвящены историческим событиям Великой Отечественной войны, геноциду белорусского народа В мини-музее еженедельно проходят и литературные чтения со школьниками В помощь уголок, где размещена подробная информация про белорусских поэтов и писателей Главный посыл — сохранить и приумножить память о выдающихся людях и героях Великой Отечественной Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! 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 Счастливо!